Здравствуйте, коллеги. Начнем наш вебинар. У него сегодняшняя тема использования мультимедийных интерактивных ресурсов в преподавании ИЗО и музыки. Начнем разговор с музыки. В учебниках музыки для начальной школы у нас помещены несколько типов электронных ресурсов. Конечно, есть справочные ресурсы. Посмотрим на примере оглавления учебника третьего класса. Это слова и как может звучать музыка. Который помогает давать характеристики звучанию музыкального произведения. Я прористовую просто примерные странички. Музыкальный словарь. Словарь музыкальных терминов. Песенник, который включает в себя тексты песен. Необходимые для разучивания с детьми. Конечно же, есть видеоресурсы в учебниках. Есть тестовые задания с функцией автоматической проверки. Ну и самый главный тип ресурсов для этой предметной области это аудиоресурсы. И именно на них мы сначала остановимся. поскольку это наиболее распространенный, характерный вид ресурса для данного предмета. Обратимся к учебнику первого класса. Одна из задач, которая помогает решить аудиозаписи, это задача успешного практического освоения песенного репертуара, который включен в курс музыки для начальной школы. Например, смотрим учебник первого класса. Детям предлагается прослушать песню «Сарафан на дело осень». И подумать, что передает музыкальная интонация, громко или тихо звучит мелодия, меняется ли ее динамика, какой темп у этой мелодии, быстрый, медленный, умеренный или подвижный. То есть почувствовать характер песни, почувствовать, как передано осеннее настроение при помощи музыки. И также предлагается разучить песню. Конечно, есть аудиозапись исполнения песни. Я ее сейчас включу. «Сарафан на дело осень» Острый, как сестой Лисик желтый, Лисик палый, Лисик золотой. Мы фрагментик послушали. Дети послушают песню целиком и смогут определить, что темп музыки не меняется, что он умеренный на протяжении всей песни. Мелодия звучит достаточно тихо. И чтобы разучить песню, обычно учителю приходится мелодию воспроизводить на фортепиано и на каком-то другом музыкальном инструменте. Но это не всегда возможно. Поэтому рядышком помещена еще минусовка. Исполнение песни в той же аранжировке, но без голоса, что очень удобно при разучивании. Песни вместе с детьми. Еще один пример посмотрим. Использование аудиоресурса. На 43-й страничке еще одна песня детская помещается. Но здесь уже вы видите три ресурса интерактивных помещены. Это три аудиоресурса. Почему их теперь три? Кроме исполнения песни в такой электронной аранжировке и кроме минусовки, под которой дети смогут разучивать песню, есть еще один трек, аудиотрек. Это исполнение песни на фортепиано. Именно такое фортепиано исполнение позволяет лучше оценить характер мелодии, ее рисунок увидеть, потому что вот мы включим трек, который дети слушают в начале, собственно, исполнение песни в электронной аранжировке послушается. Девчонки Вот зайчонка, от-черковка, местожай бы на груду, Нали блюшками морковь, По цыркающим ультру, А закончим тренировку, Селезлосую ласковку. А закончим тренировку, Селезлосую ласковку. И минусок. Третий трек. Селезлосую ласковку. Вот именно хортепианный вариант исполнения песенки позволяет оценить мелодию, обратить внимание детей на нотную запись, предлагается подумать, для чего в первых двух тактах под нотами стоят точки. Вот мы их видим. И как это влияет на характер мелодии. То есть с помощью учителя дети узнают, что это означает такой отрывистый ритм. Музыки услышат его именно во время прослушивания хортепианного варианта. Еще разок кусочек послушаем. И вот этот прием предъявления и оркестрового исполнения, или какой-то электронной аранжировки музыкального произведения, и одновременно фортепианного варианта его исполнения, используется в учебниках не только при работе с жанром песни, но и в других случаях. Сейчас посмотрим пример из учебника второго класса. Пример, где детям предлагается различить, сравнить два марша, марш Ториадора и марш из балета Щелкунчик, но не называется сначала происхождение музыки. Нужно послушать два марша в фортепианном исполнении и понять, какой из них из оперы, а какой из балета. То есть во втором классе школьники, как раз, учатся различать танцевальный и песенный характер музыки. И вот для этого они сначала слушают именно фортепианное исполнение обоих произведений. Так звучит марш Ториадора. Слушаем мой фрагментик. И так звучит марш Чайповского. Музыка знакомая, мы ее вспомнили. С помощью нотных записей и прослушав это фортепианное исполнение, дети с помощью учителя обнаружат такой вот энергичный характер первой мелодии, обнаружат лиги, связывающие ноты, означающие такое цветное исполнение ряда нот. То есть обнаружат именно вот такой песенный характер первого фрагментика и подвижный легкий танцевальный характер второго. И уже в подтверждение своих каких-то выводов и догадок смогут послушать оркестровую запись этих произведений и убедиться, что первое произведение из оперы, а второе марш из балета. Послушаем фрагментики, как это звучит в оркестровом исполнении. То есть включаем следующие два трека. Слушаем только фрагментики в второй. Слушаем фрагментики, как это звучит в оркестровом исполнении. Таким образом, вот используя эти аудиозаписи вместе с нормами записи, и мы помогаем детям обнаружить, как отличаются приемы музыкальные, которые композиторы используют, создавая марш для оперы и для балета. Еще один пример из учебников второго класса. Примеры использования одновременно оркестровой записи и фортепианной записи произведения можем посмотреть на примере знакомства детей с фрагментами симфонической сказки Прокофьева, Петя и Бог. Вот здесь, кстати, мы можем посмотреть, как устроены гиперссылки, обращающие ребенка к словарю музыкальному. Вот вы видите тему урока, и термины, которые встретятся во время урока, можно посмотреть песни, танец, мелодия, медные духовые инструменты, марш. То есть все, что детям понадобится, они могут найти с помощью этой гиперссылки. Здесь также помещается еще и видеоресурс. Это мультипликационный фильм. А, нет. Рану утром Петя открыл калитку и вышел на большую лужанку. Мы его не будем сейчас смотреть. Установим. Нас интересуют все-таки, напоминаю, сейчас аудиоресурсы, причем вот такое вот совместное использование двух записей одного и того же произведения, оркестровое и фортепианное. Вот дальше в учебнике размещаются на страничке, посвященной разным темам из этой симфонической сказки. Звучит тема Пети. Сейчас пролистаю. Тема птички, утки, кошки, дедушки. Тема волка, тема охотников. И каждый раз вы заметили, что дети могут послушать две аудиозаписи. Причем одна из них будет оркестровое исполнение темы, другая фортепианное исполнение с фрагментом нотной записи. То есть в данном случае этот прием позволяет показать содержательность выбора музыкального инструмента для передачи характера и поведения того или иного героя. На вот этом вот произведении это очень показательно. Можем послушать тему Пети, фрагментик. Уже в фортепианном исполнении дети услышат здесь такую маршевость и песенность, как будто бы Петя бодро и задорно шагает, напевая что-то на ходу. Но когда они услышат оркестровый вариант исполнения, тогда они смогут оценить, насколько выразительнее звучит эта тема. И обнаружат, что композитор выбрал для нее струнный инструмент. Она исполняется струнным квартетом. Сейчас мы послушаем таблетик. Субтитры создавал DimaTorzok Они узнают, что струнный квартет состоит из скрипки, альталии, аланчели и контрабаса. И поэтому тема делается такой вот насыщенной и объемной. Тема птички также можно послушать в фортепианном исполнении. Сейчас фрагмент я включу. То есть чириканье птички должен передать какой-то инструмент, который будет звучать очень высоко. Будет обладать каким-то тонким, чистым голосом. И эта флейка. Здесь есть ссылочка и на словарь. Есть и запись. Вот именно ветер передает вот это птичье чириканье, такой ее тонкий голосок, но наиболее ярко и выразительно. Мы можем послушать еще фрагменты темы дедушки, например. Вот фортепианное исполнение. И исполнение аркестровое. Тоже слушали только кусочек. То есть вот характер дедушки, который говорит басом, двигается неторопливо, немножко такой ворчливый по характеру. Как раз вот его характер прекрасно передается самым низким по звучанию деревянным духовым инструментом. Это фабу. Тоже дети могут посмотреть словарную статью. Могут посмотреть словарную статью про деревянные духовые инструменты. И про фабу. Не будем подробно все темы слушать. Идея понятна. То есть таким образом с помощью вот этих вот сдвоенных аудиоресурсов можем очень наглядно, зримо показать осмысленность и значимость выбора того или иного музыкального инструмента композиторам. Как еще с помощью электронных ресурсов можно расширить возможности знакомства детей с особенностями музыкального языка? Обратимся к учебнику третьего класса и посмотрим, как дети подводятся к пониманию того, что такое музыкальные вариации. То есть пока мы смотрим в основном аудиоресурсы, как используется. на странице 116 дети знакомились с французской народной песней, пастушьей песней. Они слушали ее в исполнении детского хора и наблюдали, сколько частей в музыке, обнаружили, что это одночасное произведение. То есть эта тема, она включена в проблематику изучения построения музыки. Знакомились с тем, что такое одночасная форма, обнаруживали, что песня исполняется каноном. Здесь в словаре мы видим словарную статью, что канон это способ построения музыки, когда голоса вступают по очереди, друг за другом, исполняют одну и ту же мелодию. Выясняли, что такое цезура. То есть здесь решались какие-то свои учебные задачи. Вот мы послушаем фрагменчик этой народной песни. песня исполнения так не исполнения канона одной и той же темы и услышали слова этой народной песни. Дальше, через какое-то время, спустя несколько уроков, на страничке 132 дети зададутся вопросом, как строятся вариации в музыке и послушают вариацию на тему французской народной песни Моцарта. И вот как раз слушая это произведение, они узнают в нем тему из народной французской песни, пастушьей песни, которую изучали ранее. Я включу фрагмент. Мы не будем слушать все вариации. Это достаточно длинное произведение. Дети послушают целиком и должны будут подобрать в каждой вариации по отдельности какие-то характеристики, которые данные здесь выбрать, определить, какой мажорный или минорный лад используется в ней, какой характер носит та или иная вариация песен, игривы, где есть исполнение канона и так далее. Нам удобнее посмотреть вот этот вот пример, как решается эта задача. Нам удобнее сейчас посмотреть на примере тестового задания, внесенного в конце учебника. Потому что все эти задания, конечно, базируются на том, что дети изучают в течение года. Вот шестое задание как раз посвящено вариациям на тему французской народной песни Моцарта. И здесь дается запись не всех вариаций, а только трех первых вариаций. Предлагается прислушаться каждой из них и обнаружить, для какой же из них характерно исполнение канона. Потом предлагается сравнить первую и вторую вариацию и подобрать соответствующие характеристики для каждой из них. Для первой и для второй. Здесь есть выбор. Характер песенный или игривый. Ну, допустим, сейчас выберем, чтобы посмотреть. Лад мажорный или минорный. То есть вот мы сейчас эти три вариации послушаем и постарайтесь тоже выяснить, какая же из них исполняется каноном и сопоставить характер первых двух вариаций. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ирина Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Идет наложение этой темы с отставанием. То есть исполняется она каноном. Характер первой вариации. Песенный. Второй игривый. Мы это тоже смогли услышать. лад норм первая вариация второй мажорный проверяем видим в действии автоматическую проверку и здесь проверяем тест мы выполнили правильно и смогли проследить с его помощью как дети выясняют что же такое музыкальные вариации то есть они понимают что в основе каждой вариации лежит одна и та же тема но гениальность Моцарка позволяет ее настолько по-разному обыгрывать теперь обратимся к учебнику четвертого класса здесь нас интересует как интерактивные электронные ресурсы помогают познакомить школьников с разными диапазонами певческих голосов и с разными исполнительскими манерами то есть это все еще на базе аудиоресурсов можно сделать на страничке 122 в учебнике мы видим что детям предлагается познакомиться с фрагментами из оперы Садко из оперы Римского Корсакова и им предлагается сравнить, сопоставить три песни из оперы песни трех гостей новгородских которые рассказывают Садко о своих странах о своих краях для того, чтобы он смог выбрать куда ему отправиться вместе с торговым караваном который он собрал это песня варяжского гостя который поет о своем скандинавском крае индийского гостя который рассказывает о чудесах и богатствах Индии и веденецкого то есть венецианского гостя купца который славит свой город причем вы видите что кроме аудиозаписи здесь есть еще и видеозапись которая тоже помогает вот этот вот образ воображение детей создать и задача вот этого сопоставления она заключается в том что дети должны определить почему же композитор выбрал вот именно такой диапазон голосов для своих героев почему песни варяжского гостя исполняет бас веденецкого баритона индийского тена то есть каким образом вот эти голоса помогают создать нужный характер мы можем послушать фрагментик песни варяжского гостя даже можем использовать не аудио а видео ресурс а отец он 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 и и Ну вот нам достаточно фрагментов, чтобы понять, что это такая суровая песня, мужественная. Можно детям какие-то слова привести из этой арии, а скалы грозные дробятся с рёмом волны, он поёт и так далее. То есть вот эта партия требует какого-то такого сурового, мужественного, низкого голоса и закономерно выбирается исполнитель бас. Дальше мы можем посмотреть фрагментик исполнения песни Веденецкого, Венецианского гостя. Матрая Мастер. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Мы послушали только короткий фрагментик, чтобы услышать этот тенор. И еще один пример хочу показать, какие возможности дают аудиоресурсы для знакомства детей с особенностями музыкального языка, в данном случае с разными исполнительственными манерами. Позволяют нам познакомить детей аудиотреки, исполнения одной и той же песни разными исполнителями. Есть возможность послушать, как три песни Пахмутовой и Добронравовой исполняются очень по-разному. И сравнить разные исполнительские манеры, обнаружить, что привносит каждый исполнитель. Характер музыкального произведения. Это песня «Беловежская пуща». Сейчас покажу. «До свидания, Москва». Здесь видите три трека и видеозапись. И поклонимся великим тем годам. В исполнении разных певцов и коллективов мы можем для примера послушать фрагментики исполнения «Беловежской пущи» детским хором. Играет музыка. Играет музыка. Ветра с миром там души, Непонятна своя вековая печаль. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПЕСНЯ 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 Когда дети еще не знакомы с особенностями музыкального театра, видеофрагмент может выглядеть вот так. Это исполнение фрагмента из цикла «Детский уголок» и «Дебюси» «Снег танцует». Я остановлю идею понятную. То есть необходимо создавать какой-то зрительный образ музыки, помогать ребенку. Соседняя страничка, здесь тоже есть видео, дети сравнивают музыку «Дебюси» с музыкой Чайковского, с вальсом «Снежных хлопьев». И как видеоресурс, кроме аудиотреков, здесь предлагается, конечно же, посмотреть фрагменты баэта «Щелкунчик», вальс «Снежных хлопьев». Одна из задач курса музыки в начальной школе знакомства детей с музыкальным театром. С искусством оперы, с искусством балета. Это постепенно происходит в курсе начальной школы. И целая линия музыкальному театру просвещена, которая проходит через все учебники. Это очень важно, поскольку у меня в каждом городе есть оперный театр, театр оперы и балета. Даже если он есть, не всегда обстоятельства так складываются, что можно всем классом сходить на какой-то спектакль. И вот знакомство с особой театральной культурой, с миром музыкального театра заложено в наших учебниках. Если открыть учебник второго класса, можно здесь посмотреть странички, посвященные знакомству с музыкальным театром и знакомству с устройством театра. Есть гиперссылки на словарик, который знакомит с основными театральными терминами, накасающимися устройством сцены театрального зала. И есть видео, посвященные двум самым крупным музыкальным театрам страны – Мариинскому театру в Санкт-Петербурге и Большому театру в Москве. Можем фрагменты посмотреть. В 1860 году торжественно открылся знаменитый Мариинский театр, в котором и сегодня тысячи людей приходят и, хочется верить, и создаются. Остановлю. Дальше в этом фрагменте рассказывается о исторической сцене Мариинки и о строительстве новой сцены, о том, как она оснащена современно. Это все можно посмотреть. На следующей страничке мы видим уже Большой театр в Москве и тоже есть видеоролик о реконструкции театра. Мы добрались до главного зрительного зала. Это действительно образец роскоши и величия. Его декор целиком восстановлен в том виде, в котором его спроектировал Альберт Кабос в духе Ренессанса. Не будем смотреть, конечно, полностью. И очень важно то, что вот такой электронный вариант учебника позволяет разнести здесь видеофрагменты из оперных и балетных спектаклей. Фрагменты опер мы уже посмотрели. Можем посмотреть фрагменты балета. Вот странички учебника, посвященные балету Прокофьева Золушка. Вальс и полночь. Видеохрагменты этой сцены из балета. Детям предлагается посмотреть и, судя по видеофрагментам, и по аудиозаписи, какими изобразил композитор часы, сочувствует ли они Золушкой или безучастно, равнодушно к ней. Предлагается сыграть пульс часов на оркестровом треугольнике. Обнаружить, что в балете звучит не только танцевальная музыка, но и маршер, и песенная, и так далее. То есть разные задачи ставятся. И видеофрагмент, конечно, помогает в их решении. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На оперном и поэтном спектакле представить, как устроены декорации, как передается характер героев. И вообще все это целостное зрелище увидеть. Хотя бы во фрагментах. Не будем смотреть другие видеофрагменты. Понятно, что в учебниках и третьего, и четвертого класса их становится все больше. Они могут обсуждаться на все более высоком, таком серьезном уровне. И используются для решения учебных задач. Хотелось бы показать еще некоторые интерактивные тестовые задания. Вот мы одно посмотрели, когда говорили о вариациях музыкальных. Давайте посмотрим еще несколько. И проследим, как повышается сложность этих заданий с повышением класса от первого класса к четвертому. Они отличаются по сложности, отличаются по задачам, которые с их помощью решаются. Вот среди тестов в вечернике первого класса есть такой, где предлагается послушать две мелодии. Одна из мелодий про Бабу-Ягу Чайковского из пьесы Бабу-Яга, другая про Кикимору, рядовая симфоническая картинка Кикимора. Определить, какую мелодию слушали первой про Кикимору или про Бабу-Ягу. И ответить на следующие вопросы. Правда ли, что оба произведения передают движение сказочных героев по лесу? Определить, в изображении какого сказочного персонажа больше подчеркнута стремительность. И в изображении какого персонажа слышна зловещая таинственность. С пьесами этими дети уже знакомились в течение учебного года. Поэтому различить они смогут на слух, что же они слушают первым номером, что вторым. А мы попробуем сейчас с вами фразментики послушать и выяснить, действительно ли передается движение героев по лесу. И где же стремительность, а где зловещая таинственность перед ним. Субтитры создавал DimaTorzok Первый крыг. Я его остановила раньше и второй. Субтитры создавал DimaTorzok Дети узнают, поскольку они слушали, что первая мелодия была пьеса бабы Луга Чайповского. Вторая, соответственно, уже Тетимора Лядова. И слышно, что движение разное по характеру, но передано в обоих фрагментах. И вот как раз в первом фрагменте больше подчеркивается стремительное передвижение бабы Луги по лесу, а во втором такая зловещая таинственность Тетимора. Еще пример тестового задания хотелось бы показать из четвертого класса, чтобы этот диапазон можно было увидеть от первого до четвертого класса. Здесь посмотрим пятое задание, где детям нужно послушать украинскую народную песню за кличку «Леснянка». И они должны обнаружить такой серьезно тревожный характер, не шуточный этой мелодии, поскольку это именно закличка, обращение к природе. И звучит она не в мажорном, а именно в минорном характере. И нужно обратить внимание на то, что звучит она именно как настойчивая просьба, призыв. Призывают весну. То есть вот эти вот все моменты постарайтесь тоже услышать. Я остановлю, слышу, да, этот призыв обращения к весне. Действительно она звучит серьезно, тревожно, минорно. И это настоящая просьба, призыв. Дальше предлагается сопоставить эту украинскую народную песню за кличку с финалом первого концерта для фортепиано с оркестром Чайковского. Дети должны опознать в этом симфоническом крупном произведении мелодию веснянки, мелодию этой народной песни. Но проследить, что же изменилось. Сохранился ли минорный лад, или он изменился. Изменился ли темп. Осталась распевность вот эта народная, или появилась танцевальность. Попробуйте услышать. Попробуйте услышать. Звучит музыка. 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 И здесь для того, чтобы дети могли увидеть такие примеры и создать собственный живописный образ. Например, вот еще одна тема «Четвероногий друг». Есть фотографии, а есть и живописные произведения. Потом ребенку нужно будет вылепить сигурку или какую-то сценку. Но он может рассмотреть каждое произведение, воспользовавшись вот этим электронным ресурсом. Еще один такой выразительный пример хочу показать. Когда дети знакомятся с пейзажем, конечно, каждая преподукция также увеличивается. Есть возможность еще показать специфику, например, графического искусства. Не только живописные вещи рассмотреть можно. Изображение деревьев, разный характер этих деревьев можно посмотреть благодаря увеличению. И разные манеры, разные приемы, которые используют художники. Разный характер штриха, тренировки. Все это можно разглядеть, только увеличивая изображение. Еще один вид интерактивных ресурсов в электронных учебниках ИЗО – это такие справочные и обучающие выставки. Тоже хочу показать несколько примеров. Вот, например, здесь задача решается в первом классе по развлечению художественных материалов, которыми выполнены работы. Нужно назвать эти материалы. И в помощь первокласснику есть вот такая вот выставка, где приводится работа в увеличенном таком формате. И подписи как раз говорят о материалах, в которых они выполнены. Восковые мелки, метражные краски, снова мелки, цветная бумага, акварельные краски. Еще один вариант такого ресурса – тоже еще в учебнике первого класса, когда речь идет о истории игрушки, о народных игрушках. Детям предлагается найти в книгах, журналах или в интернете статьи об истории игрушки и поделиться сведениями с одноклассниками. Мы вот им создаем такую поддержку. То есть вот на этой выставке мы могут познакомиться с интересными историко-культурными фактами, посмотреть древние игрушки из Латинской Америки, из Древнего Египта, прочитать короткие исторические справочки. Обсудить эту информацию. Игрушки Древней Греции и Рима, как они выглядели, из чего были сделаны, можно увидеть и прочитать. Ну, конечно, русские народные игрушки. Как пример глиняных игрушек Филимоновская и Денковская приводится. Как пример деревянных, покородство, игрушка и матрюшки. Ну, еще один пример из первого класса. Выставка, посвященная интересным обложкам детских книг, которые тоже детям предлагается найти, рассмотреть, обсудить в классе. Такая выставка. И начинали им помощь. Конечно, характер этих учебных, таких справочных ресурсов, он делается с возрастом более таким серьезным. Во втором классе есть выставка, посвященная сказочным птицам, мифологическим птицам, потому что дети обсуждают образы птицы в искусстве, пытаются создать свою работу. Они будут работать в такой графической технике. Это уже детские рисунки мы смотрим. А справочный ресурс выглядит вот так. Они смогут прочитать коротенькую справку о этих сказочных райских птицах. Сирин и Алконост. Феникс. Ажар птицы. Посмотреть их изображение. Вот такая вот города птица. Право, вот сказочная индийская птица. Про нее информация приводится. Японский бассан, упоминающий огромного петуха. У них логический персонаж. У нас справочные ресурсы есть, посвященные музеям изобразительного искусства. Основным нашим музеям Притяковской галереи. И Эрмитажа. Уже они устроены таким вот образом. Здесь уже более подробную информацию можно разместить. Еще хочу показать пример такого ресурса из четвертого класса, опять же, чтобы этот диапазон был понятен. В четвертом классе дети обращаются к героическим образом Древней Греции. И нужно найти в энциклопедии, справочнике изображения богов Древней Греции и рассказать о них. То есть вот этот вот достаточно объемный, такой же серьезный, справочный, энциклопедический материал, где, собственно, выбрано все самое главное, важное, помещен в таком ресурсе. Есть и изображение, и краткая справка с самыми интересными, известными сведениями о богах Древней Греции. Видите, уже произведения античные подписаны, с указанием дат, точных названий. Видите, уже такой серьезный историкокультурный ресурс. И в заключении хочу показать несколько итоговых тестовых заданий, опять же, чтобы мы могли посмотреть, как устроены эти ресурсы, и оценить их диапазон от младших классов к четвертому классу. Посмотрим на задания из учебника второго класса. Вот, например, такой тест, где требуется определить вид изобразительного искусства, которому принадлежит каждая работа. То есть у школьников есть небольшая выставка из этих работ. Нужно каждой подобрать характеристику. Все виды искусств пронумерованы. Живопись, скульптура, графика, декоративно-прикладное искусство. Первая работа, дети определяют, что это живопись, поставят нужный номер. Перейдут ко второй работе. Это скульптура. Уже номер находят и ставят. Рушиник, полотенце с птицами. Здесь немножко сложнее. Нужно выяснить, что это декоративно-прикладное искусство. Номер четыре. Это подпись. И, наконец, последняя работа. Не вороги. Вот этот рисунок, графика. Вот номера, собственно, проставлены под всеми марочками. Такими небольшими марочками этих произведений, которые предъявлялись на выставке, вы заметили. Дальше осуществляем проверку. Каждый номер обводится сезонным кружком. Значит, тест выполним верно. Второй тест. Уже можем посмотреть. Здесь его устройство аналогичное. Есть выставка в верхней части странички. Есть марочки. Каждый из работ, представленных на выставке. Нужно определить, по какому народному промыслу принадлежит каждая работа. И осуществить выбор. Кжель, Дымковская игрушка, Филимоновская или Городец. Вот мы видим, первая это Дымковская игрушка. Мы отмечаем. Вторая. Вторая. Кирионовская. Дальше Городецкая роспись. И, наконец, кжельская фигурка. Девушка с самоваром и кошкой. Проверяем. Очень интересный. Можем еще посмотреть пример. Третье задание. Здесь на выставке предъявляется произведение абстрактной живописи. То есть мы не можем опираться на сюжет. И нужно в каждой из этих работ подобрать характеристику. В основе какого произведения лежат разноцветные геометрические фигуры. В основе какого разнонаправленные световые лучи. Уже понятно, что это первое. Это цветовые плоскости с эффектом свечения. Тоже понятно, что это здесь. Или изогнутые линии, яркие цветовые пятна. Кандинский. И, конечно же, разноцветные геометрические фигуры. Это Малюч. Так работают все тесты. Можем еще посмотреть. Тест из учебника четвертого класса. Уже другого уровня сложности. Тест номер четыре. Образ человека в искусстве эпохи Средневековья. Он немножко по-другому организован. Вот смотрите. Нужно рассмотреть мужские и женские портреты. Фрагменты скульптуры XIII века. С собора в Наумбурге. Где все мужчины – это родовая знать и крупные феодалы. Кроме того, еще и вольны. И прочитать характеристики, которые можно применить к этим образом. Но выставка вот она таким образом открывается. Выставка включает в себя не только мужские, но и женские изображения. То есть детям требуется сейчас сконцентрировать внимание на мужских образах. И подобрать каждому характеристику. Мы попробуем несколько характеристик. Насупленный взгляд из подвобия выдает мучиливого, несколько угрюмого человека, невозмутимого и очень надежного в бою. По контрасту есть. Несмотря на апатию, о чем говорит задумчиво-стадальческое выражение лица, этот человек отличается хитростью, предприимчивостью в бою, решительностью и бесстрашным. И третья характеристика – властный, мудрый, дальновидный человек, всегда принимающий взвешенные решения. Не просто воин, а настоящий политик. То есть это уже такие развернутые характеристики, которые детям нужно будет сопоставлять с изображениями, возвращаясь к ним несколько раз. Сейчас запомнить номер изображения. И выбрать подходящее. То есть если говорить о какой-то хитрости, политика, вот это первое изображение. О каком-то страдальческом выражении лица здесь можно говорить. И вот достаточно такой грюмый, суровый образ. Нужно запомнить номер. Если номер забыли, можно опять вернуться, уточнить. Не проверить. И есть еще вторая часть теста, касающаяся женских образов. Здесь снова работать будет вот так гиперссылка. Можно будет отдельно рассмотреть эти женские образы. И точно таким же образом примерить к ним характеристику. Мудрая, образованная, прекрасно разбирающаяся в людях, склонная к философским размышлениям. Первая характеристика. Настоящая красавица с вверхым характером и чувством собственного достоинства. Вместе с тем очень скромная и замкнутая. Вторая характеристика. И обаятельная, жизнерадостная, с хорошо развитым чувством юмора. Еще одна характеристика. Вот мы смотрим, да, что очень жизнерадостный образ вот этой вот реглинды жены Германа. Номер четыре. Мы его сюда и подставим. Настоящую красавицу. В то же время, смотрите, достаточно такой скромный образ тоже можно обнаружить. Сравнивая. Ута. Одно, номер два. И мудрая, образованная, склонная к философским размышлениям. Тоже дети смогут поведеться, еще раз вытелиться и обнаружить вот эту вот графиню Гербург. Под номером пять ее изображения. Я хотела просто показать, насколько дифференцированным и достаточно сложным может быть вот это вот тестовое задание, требующее вглядывания, внимательности уже к четвертому классу. Основные виды ресурсов и их работу мы посмотрели. Спасибо за внимание, коллеги. До свидания.